Считается, что в мире около 40 тысяч профессий. Рынок постоянно обновляется и способствует появлению новых и исчезновению старых. Так что еще несколько столетий назад существовали профессии плакальщиков, скоморохов, будильников. Сегодня нам не надо объяснять, чем занимаются медиабайеры, мерчендайзеры или бренд-менеджеры. Но есть профессии, которые нужны и важны уже на протяжении тысячелетий. Например, профессия кузнеца. Единственная женщина-кузнец в Беларуси — Оксана Кирилюк. И работает аккуратно, и выглядит прекрасно. С ней я мечтала познакомиться много лет. А вот она давно привыкла к вниманию журналистов. Леди из железной сказки. Хотя ее саму железной не назовешь. Из стали разве что характер. Ведь она сама кует свою судьбу. И счастье пока горячо. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. У вас здесь, конечно, совершенно по-особенному, мне кажется, чувствуется время. Здесь и сейчас, да. Ну, каждый выбирает свои обстоятельства, свое окружение, свой мир, в конце концов, в котором он живет. Ну что, давайте приступим. Поможете мне? Ну, разумеется. Если у вас есть желание. С чего мы начнем? Мы начнем с перчаток. Само собой. Ваши, вот мои. Спасибо. Как у мастера? Или мастерица? Вообще, как к феминитивам вы относитесь? Главное, чтобы слово передавало смысл. В общем-то, от вот этой функции, хранительницы очага, вы не отказались. Потому что ваша профессия, ваше дело напрямую сегодня зависит от того, как вы поддерживаете тот самый огонь. Ну, знаете, да, это глубокий образ. Вся наша жизнь, по сути, это огонь. Еще Гераклит говорил, что жизнь – это суть огонь, который то возгорается, то угасает. И так циклично до бесконечности. Что я с опытом ноль могу сегодня сделать? На самом деле, да, с опытом ноль можно сделать очень много. Главное – видеть конечную картинку. То же самое, что вы делаете с пластилином. То же самое будет и металл. Когда вы его разогреете, он очень мягкий, он очень пластичный. Мы кладем заготовку. Я обычно работаю с металлоломом. Здесь оно обретает просто красивую форму. И душу, мне кажется. Соглашусь. Женщины во времена Советского Союза работали действительно наравне с мужчинами. И добивались успеха. Сварщики, водители комбайнов – это все было очень распространено. А слом произошел, вот эта подмена понятий, в 90-е годы, когда разваливался Советский Союз. И вдруг резко выплыл, я бы сказала, такой вредительский образ в кинематографе, который начал популяризироваться. Домохозяйка, у которой много домашней техники, которая красит ногти, думает только о детях, прическе. И обеде, который готовится из полуфабрикатов. Что это верх благополучия для женщин. Кинематограф и образ кузнеца – это одно, а мастерская и работа кузнеца – это совсем другое. Вы же начинали как сварщица? Фактически, да. В ковку меня перевела именно сварка. Нет других вариантов просто не было. Мне было проще пойти отучиться, чем постоянно искать людей, нанимать. У меня лошади просто переезжали с конюшни на конюшню часто. И когда въезжаешь в новое помещение, там постоянно нужен ремонт, хороший ремонт. Мы немножко, наверное, отвлеклись. Нужно тут следить, я так понимаю. Оно должно разогреться и быть такого соломенно-белого света. Заготовку я положу. Да, вам кончик разогреть надо. Только кончик, да? Увереннее, хорошо. Переворачиваете ее. Раз-два, раз-два, раз-два. Слушайте, ну и так непросто. Какая у вас самая большая кувалда? Самая большая? 9 килограммов. Боевая подруга. Ну, к счастью, мы с ней крайне редко встречаемся. Не представляю, известно, даже вот это движение от локтя, это довольно нужная сила. Несмотря на то, что полно оборудования, которое уже позволяет женщинам давно работать, в промышленной ковке она не сможет работать. Только в художественной, как я, понимаете? Где я себе нормирую день, ну, то есть я почувствовала, как будто боли в спине, там еще что-то. Я остановилась, я отложила на потом. Отдохнула 4 часа. С 8 до 5? Нет. Это я уже с опытом 15 лет работы в кузнице однозначно скажу. И ведь это вам нужно было все благоустроить и как-то вообще приспособить для этого помещения? Я брала бушное. Повезло, разваливалась станция техобслуживания. И я купила абсолютно все оборудование на ней. От компрессора там до сварочника, болгарок, наждаков. С Молотом тоже повезло. Он стоял 20 лет в пустом помещении. И это был какой-то момент, наверное, откровения. Ты заходишь, и вот он там один, и такое ощущение, что он ждал кого-то, кто... Кого-то, типа вас. Молот очень быстро пробивает то, что вы делаете руками. Вы будете потратить полчаса, а он сделает, ну, полторы минуты, максимум. Смысл творчества – это самореализация. Ты по-другому не можешь выплюснуть то, что в тебе живет и просится наружу. Я показываю, как загибать, да, аккуратненько. Вы потом становитесь сюда. Чуть-чуть, по чуть-чуть делаете все то же самое. Мы на кончике пламени чуть-чуть. Легкими-легкими ударами на себя. А подровнять. Чуть-чуть. Ага. Наша задача – это отличное место. Но заготовку надо одной рукой держать вот так вот, а другой не тянуть. Опа. Вот так, да? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Спустя несколько часов у нас с Оксаной получился вот такой результат, но это еще не все. Нет, мы изготовили просто элементы, из которых будем собирать. Да. То есть как запчасти. Мы же запланировали высокие опоры для цветов, для злаков, саду хорошо подвязывали. Из этого мы будем собирать путем сварки. Да. Готовое изделие. Я предлагаю Оксане нам ускорить процесс и воспользоваться магией телевидения. И совсем скоро мы с вами увидимся в студии и увидим готовое изделие. Договорились? Конечно. Я с удовольствием привезу готовое изделие в ваш телевизионный сад. Экономист-международник с душой художника сегодня в нашей студии, как мы и договаривались. Оксана, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Оксана, вы знаете, я вижу, что вы, конечно, не с пустыми руками. Все получилось? Ну, конечно. Скажите, пожалуйста, как вам подмастерия или вы все-таки привыкли работать одна? Ну, в любом случае, конечно, мастер привыкает работать один. Когда я еще работала на Кузнице в Минске, мы действительно брали учеников. Но, опять же, есть масса нюансов, которые полноценно не позволяют это делать. Ну, хотя бы тот факт, что приходящие к тебе люди, они должны иметь допуск к оборудованию, чтобы работать на нем. И от себя могу добавить, что в любом случае надо художественное образование. Вас рисованию кто-то учил? Конечно, я училась в художественной школе, а потом продолжила в студии известного художника белорусского графика Юрия Павловича Герасименко-Жезневского. Но, к сожалению, его уже нет с нами. Вы знаете, столько, глядя на вашу биографию, у вас реализовалось ипостасей. Вы знаете несколько иностранных языков. Вы занимались таким искусством, назовем это так, как ландшафтный дизайн. Астрофизика, астрономия, столько всего. И мне кажется, все это получилось, потому что вы шли, в общем-то, по велению сердца. По велению сердца – это когда ты чувствуешь, где тебе тепло, на какой дороге тепло, а на какой дороге тебя не греет. И вот из всех путей, которые человеку открыты, а их открыты тысячи, иди по той дороге, где тепло. Никогда не ошибешься. Вы увлекающаяся натурой. Не только увлекающаяся, но еще и очень чуткая. Потому что вы содержите лошадей. У вас 10 собак. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли? Любой нормальный человек никогда не откажет в помощи тому, кто в ней нуждается и не может ее получить. Я говорю о животных. Они – это все-таки самая социально уязвимая группа в нашем обществе. Я просто как человек, который не задумывается. Сейчас их называют волонтерами. Я не давала никаких ярлыков себе, определений. Видела, помогала, лечила, искала дом. Ну и так на протяжении, наверное, лет 20. Вот сколько у меня лошади, столько у меня и эти животные. То есть у вас есть группа волонтеров, с которыми вы постоянно сотрудничаете? Да. Они обратились просто за помощью собирать корма для их животных. Потому что они берут и изымают с улицы. Ну то есть мы поддерживаем только таких. Если ты забрал животное и содержишь, да, кормление на улицах – это неправильно, я считаю. Помимо того, что вы заняты в кузнице и достаточно много, вы содержите участок, да, приусадебную вашу территорию, да, дом, лошади, опять же, уход за животными. Как вы отдыхаете? Так это все в радость. Это не труд, понимаете? Это и есть отдых. Когда ты занимаешься делами, доставляющими тебе удовольствие, смысл отдыхать. От физической усталости, да, я могу просто отдохнуть, полежать, посмотреть в небо. Это источник моего постоянного вдохновения. Я знаю, что вы увлекаетесь историей Великой Отечественной войны в том числе. Да. Мы хотели бы сделать для вас такой небольшой сравнительный анализ. Военной техники немецкой и советской. Перенесемся? Вы меня шокируете, но давайте, я готова к этому приключению. Оксан, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно видеть вас на комплексе историко-культурном. Линия Сталина. Давайте переодеваться. Вот шли мы в фон. Нахнем не грядя. Меня бабушка встречала в День Победы в Праге. Дедушка тоже был тяжело ранен. Если вот в детстве тебе интересно это на уровне истории, которые рассказывает бабушка, и на уровне историй, которые происходили на твоей земле, ну вот места, куда можно поехать и что-то посмотреть, послушать, да, то уже к старшим классам появился интерес вообще с другой стороны. Как могли вообще произойти вот две эти страшные войны? Первая и Вторая мировая? Вы на где будете? Пасни здесь? За рычагами? Я могу и под нищим. Но, сказали, рычагов не дадут. Очень бы хотелось, конечно. Сама техника как таковая, знаете, по сути, мне не очень интересно, как объект, предназначенный для ведения боя, а именно как гений конструкторский, человеческой мысли. Т-танк Т-50 на 41-й год это был лучший легкий танк в мире. Орудие готово! Это фактически невозможно передать в двух словах. Мы проехали буквально сколько? Минут 10, наверное, да? Но перед глазами пронеслось многое. По-другому вообще смотришь, уже даже ощущаешь по-другому те же прочитанные воспоминания танкистов. Ну то есть тело начинает по-другому понимать слова, которые ты читал раньше. Мы поздравляем нашу замечательную героиню, единственную женщину-кузнеца в Белоруссии, Оксану Кирилюк. Оксана, с наступающим вас праздником весны. Мне кажется, что вы и являетесь олицетворением той самой весны, потому что у вас есть стать, у вас есть достоинство. Обязательно пронесите, пожалуйста, все ваши лучшие качества через всю жизнь. Наблюдайте и почаще заглядывайте на небо. Я даже не знаю, что с хозяйством смотреть на такие слова. Огромное спасибо от всей души.